Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Начинается новая торговая неделя, ну а мы обсудим сегодня IPO Airbnb, которое пройдет уже на этой неделе, обсудим то, как закрылась неделя предыдущая и обсудим, что, безусловно, ждать на этой неделе. И я также отвечу на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях к этому видео. Ну а прежде мы начнем, не забудьте поставить лайк. Airbnb, ну можно сказать, что это одно из самых долгожданных IPO, о котором говорили уже много лет, и вот уже на этой неделе компания станет публично торгуемой, то есть выйдет на IPO и, соответственно, уже будет возможность у инвесторов в нее также инвестировать. Ожидается, что компания выйдет на биржу 9 числа, ну а к торговле уже будет доступно 10 числа. Мы также в Admiral Markets добавим эту акцию для торговли на счете Admiral Invest, которую можно будет уже инвестировать после того, как она станет торговаться непосредственно на бирже. Первые цены, ну то есть ценовой диапазон, в котором ожидается акция будет торговаться, это от 40 до 50 долларов, но все зависит от того, опять же, насколько много денег в нее войдет на стадии при IPO, ну и, собственно, первая цена торговли, которая появится. Я думаю, что в нее также инвестировать будет большое количество людей, потому что эта компания понятна, все про нее знают и многие как раз пользовались ее сервисами, потому что хоть и много компаний выходит на IPO, то есть фактически этот год является одним из рекордных после 2000-х годов, когда тогда на IPO в течение года выходило порядка 400 американская компания, сейчас, конечно, чуть меньше, но тем не менее, то есть приток денег в эту компанию может быть довольно-таки большой. Но важно тоже понимать, что сейчас отрасль туризма, она находится на минимумах и пока еще восстанавливается, ну, восстанавливается крайне медленно. Ну, самый большой рост был получен как раз в течение последнего месяца, когда мы получили позитивные данные по вакцине. Опять же, здесь нужно быть крайне аккуратным, я никому не призываю инвестировать именно в это IPO, но лично для себя, скорее всего, рассмотрю вход небольшим объем на инвестиционном счете. Поэтому также за этим необходимо следить и принимать уже также взвешенные решения для себя. Завершилась неделя обновлением локальных максимумов. Мы видели новые исторические максимумы и по S&P 500, и по NASDAQ, и по Dow Jones. Есть вероятность того, что на рынке, конечно, может произойти коррекция, но коррекция небольшая, 5-7-10%, вполне вероятно, что мы можем увидеть. Но давайте посмотрим, как у нас завершились, как раз были опубликованы данные по количеству насозданных рабочих мест не сельского хозяйства. Non-farm payrolls, который выходил в пятницу, данные вышли чуть хуже, чем ожидалось. Прогноз был на то, что будет создано 528 тысяч рабочих мест, было создано в два раза меньше, но оно и понятно. Все-таки новая волна коронавируса, то есть она еще не спала, с точки зрения создания новых рабочих, но по крайней мере, они были созданы. И, конечно, сейчас с информацией по вакцине все этот показатель, по идее, должен быть лучше, лучше месяц к месяцу. Поэтому здесь это никак не повлияло на рынок. То есть рынок также продолжил расти, также обновил локальный максимум. Поэтому фактически вот эти негативные ожидания, они уже были заложены в цену. И, собственно, рынок понимает то, что нужно какое-то время для того, чтобы данная система восстановилась. Ну, а теперь давайте посмотрим, что нас ожидает на этой неделе с точки зрения публикации данных. На текущей неделе у нас понедельник будет, ну, крайне спокойно. Здесь выходят данные по Канаде, во вторник выйдут данные по ВВП Еврозоны, также по ВВП Японии, да, для тех, кто отслеживает также данную страну. Ну, среда, число отрытых вакансий по США, да, 17-17.30 будут выходить данные. Ну, и четверг здесь будет решение уже по процентным ставкам. Скорее всего, они останутся также на прежнем уровне. То есть здесь пока рынок не ожидает каких-либо изменений. И в пятницу начнется саммит лидеров ЕС, да, опять же. Скорее всего, будет опять же обсуждаться тема насчет новых дополнительных стимулирующих мер. Ну, а куда же без них и рынку нужно как раз новое топливо для того, чтобы двигаться дальше. Ну, а тем временем многие инструменты находятся на локальных максимах. Евро-доллар, да, после обновления, как раз после хорошего старта в декабре, затормозился вблизи отметки 1.22 и сейчас немного корректируется. С точки зрения часового таймфрейма пока все еще на сохранении тенденции восходящие, поэтому пока говорить о коррекции здесь рано. Как я и говорил, я для себя буду рассматривать вход по евро на продолжение как раз, но уже непосредственно после того, как произойдет коррекция. Ну, кстати, этот рост для себя я использовал, так как я пополняю счет в евро и перевожу, покупаю американские компании. Соответственно, мне нужны доллары, поэтому я сразу же в начале месяца конвертировал евро в доллары. Ну и, соответственно, получил чуть большую сумму, чем там последние несколько месяцев. То есть этот момент тоже важно учитывать, в зависимости от того, какую валюту вы инвестируете и в какой валюте тоже вы торгуете по британской валюте. Здесь уже сегодня у нас началась коррекция. Мы видим, что в пятницу покупатели не смогли преодолеть отметку 1.35 и фактически день у нас закрылся ниже открытия. И сейчас мы уже торгуемся на понижение, что переводит нас как раз в фазу нисходящего движения с точки зрения часового таймфрейма по британской валюте. То есть теперь нужно смотреть, где это снижение становится довольно-таки неплохими уровнями для входа. Здесь может выглядеть отметка 1.3260, но еще лучше 1.30. Если скорректируемся в эту область, то, конечно, заход на продолжение тренда здесь будет максимально интересным. Сейчас вот уже в текущий момент входить на покупки по британской валюте. И до этого это было в них опасно входить. Мы об этом уже говорили не раз. Но сейчас уже с точки зрения часового таймфрейма в моменте мы получаем подтверждение, что коррекция начинается. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. По паре американский доллар, канадский доллар. Тренд на ослабление американского доллара продолжается. Мы преодолели те целевые уровни, которые мы ставили ранее. Упали до отметки 1.2783. То есть тенденция нисходящая здесь вполне продолжается. Поэтому искать заходы на продолжение как раз данного нисходящего тренда и следует. Сейчас пятница закрылась довольно-таки активно. На понижение сейчас торгуемся в достаточно узком диапазоне. Но, тем не менее, нужно следить за тем, когда у нас начнется коррекционное движение. И заходить уже также на продолжение как раз тренда. Потому что пока тренд сохраняется на ослабление американского доллара. То есть от уровня примерно 1.30. Здесь я бы уже в позиции заходил. Безусловно, при получении локального подтверждения на возобновление нисходящего тренда. Пара американский доллар и японская иена здесь торгуются в диапазоне. Пока минимумы ноября преодолели не удалось. Немного мы подросли как раз в пятницу. Но пока общая динамика с точки зрения часового таймфрейма сохраняется здесь нисходящего. Поэтому вполне вероятно можем ожидать как раз движения на минимум ноября. То есть на отметку 103-102.90 по данной валютной паре. Ну, а как я уже говорил, заходить на продолжение как раз данного тренда я буду после коррекции, которые здесь будут на рынке появляться. На текущий момент не самые оптимальные уровни для входа. Поэтому здесь пока я буду за этой валютной парой наблюдать и буду смотреть позицию уже чуть позже. А по австралийцу. Австралийц не смог обновить локальный максимум в пятницу. Мы видим также замедление в росте. Но пока опять же общая динамика сохраняется восходящая. Коррекция здесь пока не началось. Ну и собственно пока к покупкам присматриваться рано. Поэтому здесь будем ждать коррекцию и смотреть опять же где она начнется и откуда можно будет покупать. А вот новозеландец в пятницу не смог удержаться выше максимальной значения четверга. И собственно день открылся понижением. И уже с точки зрения часового таймфрейма можем говорить о том, что у нас началось коррекционное движение. Коррекционная нисходящая формация. И соответственно здесь уже более-менее интересными уровнями для входа являются 69.32. Ну а уж еще более оптимальными это 67.90. То есть если мы в эту область скорректируемся, то оттуда как раз буду набирать позицию на продолжение роста по новозеландцу. Золото продолжает расти. Продолжает расти без коррекции. Но пока мы видим на текущий момент всплеск в рисковых активах. То есть приток денег в акции все больше. Фактически индекс VIX торгуется на минимальных значениях. Поэтому пока тенденция на ослабление золота все-таки сейчас преобладает. Но это мы видим с вами с точки зрения дневного таймфрейма. Поэтому тренд пока здесь нисходящий. И я для себя, как я уже говорил, рассмотрю также вход на продолжение нисходящего как раз тренда по золоту. Поэтому сейчас мы видим, что рост состоялся. Да, мы доросли до справедливой цены на текущий момент. 1838 долларов за тройскую унцу. Соответственно, если с текущих уровней будут хорошие точки для входа на продолжение как раз вот снижения в области опять 1760, то золото на продажу я возьму. Соответственно, здесь я буду следить за тем, сможет ли золото сегодня переписать минимальное значение пятницы. И если это получится, то я также поставлю отложенный ордер. Буду заходить на продолжение снижения на коррекцию. То есть вот золото, наверное, опять один из таких инструментов, которыми я присматриваюсь для открытия позиций на этой неделе. Ну а индекс, как я уже говорил, то есть индекс да, конечно, исторический максимум не обновил, но торгуется вблизи максимальных значений. И здесь коррекция, она продолжается. То есть коррекция, я напомню, что началась 2 декабря. Собственно, пока с точки зрения часового таймфрейма мы видим сохранение нисходящей как раз формации. Но готовимся к покупкам. Одним из неплохих уровней для покупок здесь может служить область 12800. Конечно, чуть ниже необходимо скорректироваться, чтобы получить более интересную цену. Сейчас в текущих уровнях входить на продолжение роста я тоже пока не буду. S&P 500. Сегодня чуть выше уже мы торговались по CFD на S&P 500. Соответственно, локальный максимум мы обновили, но быстро опустились чуть ниже. Тут растет как раз напряжение с точки зрения информации о новом санкционном списке Китая. И все-таки рынок пока несколько перекуплен. Поэтому вполне вероятно, что коррекцию на 5-6% здесь мы можем ожидать. Но об этом я уже тоже говорю на протяжении нескольких сессий. А рынок все продолжает расти. Уж шортить точно я его не буду. Собственно, если будет коррекция, то есть план здесь такой. Если будет коррекция, то как раз по завершению данной коррекции добавлять акции в инвестиционный портфель. Ну и собственно заходить с точки зрения трейдинговых идей на продолжение роста уже в момент завершения данной коррекции. То есть уж точно идея не шортить. Поэтому здесь я этого делать не буду. Ну а нефть марки Brent на прошлой неделе на позитиве как раз договоренности ОПЕК плюс продолжала расти. В пятницу тоже мы видели локальный максимум. Вплотную подошли к отметке 50. Но выше этого уровня уйти не удалось. Поэтому на текущий момент мы видим все-таки сохранение также восходящего движения по нефти. Собственно, снижение добычи, которое ожидается также и с января по странам ОПЕК плюс, оно безусловно позитивно влияет. Но вряд ли здесь мы можем ожидать опять же взрывного роста на 70, на 80, на 90. Ну вот диапазон 50-60 здесь выглядит как раз оптимальным. Неделя обещает быть довольно-таки активной. И также давайте посмотрим те вопросы, которые вы оставляли под предыдущим видео. Отвечу на один ключевой вопрос по поводу CFD инструментов. Здесь был вопрос нашего участника. В чем же разница? И я на него тоже попробую, собственно, ответить. То есть CFD это контракт на разницу, то есть это спекулятивный контракт, который как раз используется трейдерами на спекуляциях. То есть не на получение дивидендов, это именно контракт на цену. То есть вы можете как идти в лонг, так же идти в шорт. Есть CFD. В Эдмиро Маркес торгуется CFD на акции, на нефть, на золото. То есть фактически все инструменты можно в общем назвать это CFD. Контракт на разницу. Разница в том, что, например, по фьючерсам нет. То есть по фьючерсам есть экспирация, по CFD экспирации нет. То есть этот контракт пролонгируется. Поэтому в данном случае его, если рассматривать среднесрочные позиции, то его держать более интересно, так как контракт не закрывается. Но опять же здесь нужно учитывать то, что есть свопы. То есть есть интерес при переносе позиции, сделок через ночь, который нужно уже закладывать в интерес. Поэтому в таких небольших спекуляциях, от недели до двух недель, эти инструменты выглядят довольно-таки интересно. Но уже если брать что-то долгосрочное, особенно если это акции, то имеет смысл рассмотреть как раз обычные акции, где как раз нет свопов. То есть они доступны на счете Инвест МТ5. Кстати, и там будет как раз доступна компания Airbnb. То есть после того, как она выйдет на IPO. Собственно, в этом и есть ключевая разница. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если требуются какие-то дополнительные уточнения, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео. И новые вопросы, если у вас появились, то обязательно также оставляйте. Всем желаю хорошей торговой недели. Всем спасибо за внимание. Спасибо и до свидания.